Шабар шалом! Добрый день всем! И для меня это честь быть. Здесь хочу передать привет от нашей общины Бейталел из города Ванкувера, где Рабаэра является Израиль Галданский, Игорь Галданский. Вы знаете, и в Израиль я приехал, вообще не планировал приехать сюда, но по причине, мы отменили, ну уже поняли, что к вам приехал ревизор, музыкант. Раз, Виталик, здесь вот так реверов чуть-чуть многовато в наушниках. А, ну это в принципе как в горах, так неплохо. Слушай, Израиль. Вы знаете, мы отменили 25 концертов по Украине в связи с не очень приятными условиями, которые сейчас объявляется война. Мы планировали, мы долго готовились, и ОК все поменял, и мой друг Виталик, с которым я приехал, он сейчас там сидит за пультом, он мой друг, он мой звукорежиссер, с которым мы работаем вместе, также музыкант. У него нужна появилась, он нашел доктора в Израиле, ушной нерв, у него немножко есть проблемы, и поэтому он нашел вне брака. Доктор, он попросил меня поехать с ним. Я говорю, ну я могу поехать, но это как бы на месяц, долго как бы. Он говорит, ты не волнуйся, я все твои расходы покрою. И я понял, что Господь дает мне второй раз приехать в Израиль, потому что первый раз я был в прошлом году, в сентябре, с женой мы были в Мана Адумим. И я думаю, ну надо тогда сделать так, чтобы было совместить полезное с приятным. И мы остановились здесь, в городе Батьяма, и познакомились с Алексеем, и думаем, ну как-то посетить общины, и вот слава Богу, что я могу быть здесь у вас, доделиться с вами. Я музыкант, я родился в городе Минске в настоящее время, я живу в Средневных Штатах Америки, в городе Портланд. Ну, наверное, надо спеть в начале, чтобы как бы так. Я хочу обязательно рассказать для вас свидетельство, как я пришел к Богу. Все люди по-разному приходят к Богу. Ну, у меня очень интересная история, вам будет очень интересна. А просто вот, если группы прославления нет, я тогда думаю, давайте вместе, я думаю, вы знаете этот псалом. Хвала тебе, наш Господь. Просто общим пением вместе споем. Хвала тебе, наш Господь. Хвала тебе, Бог, святой. Хвала Твои сердца, Сына Хвала. Его хвала. Хвала тебе, наш Господь. Хвала тебе, Бог, святой. Хвала за Иисуса, Сына Твои. Хвала тебе, славы скажем, я зелен. Пеплый скажем, я богат. Благодаря тому, что Бог нам дал. Еще раз. Хвала тебе, наш Господь. Хвала. Хвала тебе, Бог, святой. Хвала. 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 За Иисуса, Сына Твои. Хвала. Хвала тебе, кто 네, Бог. Хвала тебе, наш Господь. Хвала. Хвала тебе, Он, Сын Бог. Балан, Хайисуса, Сына Твоего. Теперь славы скажи, я сильен, Бедный скажи, я богат, Благодаря тому, что Бог нам дал. Теперь славы скажи, я сильен, Бедный скажи, я богат, Благодаря тому, что Бог нам дал. 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 Не старый, конечно, но я, конечно, хотел быть всегда футболистом, а стал музыкантом. И вот уже где-то более 20 лет, как я верующий, верю в Господа. И у меня где-то больше 10 альбомов. И многие люди, когда приезжают, говорят, ну мы не знаем, кто такой певец Сергей Брикса. Был такой случай на Украине, когда я приехал на концерт, и бабушка мыла посуду. А девушка говорит, девочка маленькая говорит, бабушка, до нас Брикса приезжает. А бабушка мыет посуду и говорит, кто-то такая Брикса? Кто это такая? Я говорю, это он, певец. А, да-да, ну мы пойдем на концерт. То есть, Господь дает мне песни, вот, вы знаете, очень много песен, у меня уже больше 10 альбомов записано. Я немножко кратко хочу напомнить вот вам, может вы слышали мои старые песни, чтобы, ну немножко, как бы немножко, вот была у меня такая песня, вот одна из таких песен, в которых играют почти во всех церквях, вот. Я буду славить Господа Христа, я буду помнить все Его дела, я буду помнить все Его дела. Помните, все хорошо, видите? Уже вы знаете потом... Я боль твою возьму, хоть больно саму. Помните этот псалом, да? Ну, как бы я вот вам уже, как бы, свои визитные карточки показал. Знаете, говорят, кто ты? Ну вот, мы не знаем тебя. Ну а если так? Ну а так знаем. И я хотел сказать, что вот мы приехали с Виталиком и сюда, и очень приятно быть здесь. Я привез новый альбом русский, который называется «Заветная любовь». У меня также была огромная мечта записать... Вы знаете, я знаком с очень хорошим моим другом из Минска. Это пастырь, как бы, миссианской общины Николай Хаскин. Он прекрасный клавишный, джазовый такой пианист. И он пишет много хороших песен. Вы знаете, есть такая у нас группа в Джурануфе «Новый Иерусалим». Они поют много его песен. Вот я записал альбом, миссианский альбом, такой называется «My People». И там я несколько песен спел его. Поэтому для меня было огромное... Не потому что я должен приехать в Израиль и продать эти диски. Потому что внутри меня мне всегда нравились какие-то... Я всегда почему-то к востоку тянула. И самое главное, что я когда как-то помню, Коля моему другу показывал. Он говорит, слушай, это неправильная песня. Это какой-то у тебя арабский или какой-то... Вообще не тот. Как-то он различал. Я говорю, Коля, ну не важно. Мне нравится, когда вот человек поет. Меня, наверное, поэтому и в хор не взяли. Что обязательно я где-то съехать должен с ноты. Знаете, в хоре так ровненько. А у меня всегда... Нет, ты не пойдешь в хор. Окей. Ну что, я хочу еще один псалом спеть для вас такой. И потом еще одну песню. Я хочу рассказать свидетельство. Рубай сказал, что сегодня будет необычное служение. Вы не против? Да. Или... Нормально. Нормально, да? Песня называется, псалом называется это «Только ты». Милость твоя так велика и бесконечна. Любовь твоя так велика, вечно жива. Только ты, только ты, неизменный Господь. Знаешь всей моей жизни пути, ты подскажи, как дальше идти. Только ты, только ты, неизменный Господь. На кресте за меня кровь пролил, свою любовь мне подарил. Лишь на тебя день до дня я уповаю. Вечность близка, ты мой Господь, надежда моя. Только ты, только ты, неизменный Господь. Знаешь всей моей жизни пути, ты подскажи, как дальше идти. Только ты, только ты, неизменный Господь. На кресте за меня кровь пролил, свою любовь мне подарил. Только ты, только ты, неизменный Господь. Знаешь всей моей жизни пути, ты подскажи, как дальше идти. Только ты, только ты, только ты, неизменный Господь. На кресте за меня кровь пролил, свою любовь мне подарил. Только ты, только ты, только ты, неизменный Господь.